Здравствуйте, дорогие наши подписчики! Сегодня мы вам расскажем о таком явлении, как ложная беременность у собак. Каждый хозяин, которому не безразлично жить своей собаке, должен понимать, что такое ложная беременность, когда она возникает и как с ней бороться. С чем же связана ложная беременность? Ну, ложная беременность может возникать не только у собак, но и у кошек и других животных. Но у собак она выражена наиболее ярко. С чем она может быть связана? Ну, с непостоянной, так сказать, племенной деятельностью, либо с излишней выработкой гормона. Также бывает это и генетическая предрасположенность. Например, если такая ложная беременность часто возникала у матери, то возможно, что она будет происходить и у ее потомства. Ну, какие же бывают, так скажем, симптомы? Ну, естественно, набухаются соски, петля меняет цвет, набухает живот, собака становится активной, не выходит гулять, бывает такое, что проявляет агрессию. Кроме этого, бывают такие случаи, когда у собаки даже случаются ложные роды. В этот момент вместо щенят собака начинает воспитывать игрушки, которые успеет к этому времени снести. Некоторые специалисты склоняются к мнению, что ложную беременность у собак можно лечить одним единственным способом. Это полная стерилизация. Да, действительно, полная стерилизация дает свои результаты, но в данном случае нужно будет вырезать полностью все половые, так скажем, внутренние органы и не обойтись одной перевязкой труб. Кроме этого, бывают такие способы, как не давать вашей собаке молока ограничивать потребление жидкости и делать так, чтобы у нее была максимальная активная нагрузка физическая, для того, чтобы она как можно скорее забыла своих мнимых щенят. Ни в коем случае нельзя сцеживать молоко. В таком случае молоко будет приходить с наибольшей силой, потому что в природе будет считаться, что у собаки есть щенки, которые его сосут, и, естественно, молоко будет поступать заново. Что касается препаратов, конечно, можно использовать такие препараты, как, например, астроги. Данный препарат является гормональным, но и не факт, что ваша собака после использования гормональных препаратов спустя некоторое время может заболеть определенными половыми заболеваниями. Ну и, конечно, данные препараты можно использовать только в том случае, если вы на 100% уверены, что беременность является ложной. Если же все эти способы не помогли, то лучше всего обратиться к ветеринару. Именно он может разработать для вас совершенно правильное лечение. Это все, что мы вам хотели рассказать о ложной беременности. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, если вам понравилось наше видео, и задавайте свои вопросы в комментариях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!